Шалом всем! Мы продолжаем наше изучение предисловия Ромы Макмюшне. Хотя у нас в классе есть зум, но вы меня не по зуму смотрите, а в живую. В русском издании это 34 страница и мы начинаем читать на русском и стражу на иврите и объясняем. Напомню, что в прошлый раз, помните, мы в принципе начали, продолжили объяснять Рома, продолжила нас учить тому, как проверяются пророки не чудесами, а тем, что предсказывают пророчества много раз во всех точностях, во всех нюансах, чтобы вещи сбылись. И когда много-много раз пророк проверяется. Опять-таки это все основные принципы, это не нюансы, есть много еще нюансов, деталей. Тем не менее, когда он много раз его проверили, то он считается проверенным пророком. Как мы учили в прошлый раз, последняя строчка, сказали про Шмуэля, что было Адана Берешева, все знали, что Шмуэль стал пророком над Израилем. Теперь мы на 34-й странице. Да? Александр, хочешь ты читать? 34-я страница, евреи обращаются. Ну давайте вы, Михаил. 34-я страница, евреи обращались к пророкам по самым разным вопросам. Если бы у них не было заведено задавать пророкам вопросы обо всем, из чего складывается жизнь человека, то Шауль при своем появлении на арене истории не пошел бы спрашивать у Шмуэля о случившейся у него пропаже. Не вызывает сомнения, что такое явление действительно было широко распространено. Ведь Всевышний поставил над нами пророков вместо звездочутов и худейственников и волхвов, чтобы мы спрашивали у них обо всем, что представляет для нас как общий, так и личный интерес. И чтобы они сообщали нам верные известия от имени Всевышнего. Подобно тому, как эти предсказатели сообщают известия, которые иногда оказываются верными, а иногда ложными. Об этом говорит Писание, ибо те народы, которые... Писание это Тором, почему мы все время здесь запомним, что Писание это здесь Тором. Ибо те народы, которых ты изгоняешь, волхвов и кудесников слушают они, а тебе не то дал Бог всесильный твой. Пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне, поставит тебе Бог всесильный твой. Его слушайтесь. Из-за этого его дара называли пророка провикцем, ибо он видит то, что произойдет в будущем, как сказано. Ибо человек, который сегодня пророк, назывался прежде провикцем. То есть мы видим здесь, да, рабов здесь немножко там открывает, что пророки, они находились среди людей, и люди обращались с ними в дискуссии, разговаривают. Они где-то, кто-то там был, находился в лесу, в какой-то, не знаю, там, пещере, и нужно было его искать. Да, пророк, он личность публичная, он находится среди народа, люди ходили, спрашивали вопросы. Мы видим, например, с Шауля, у которого потерялись Атанод, эти такие ослы и так далее. Он ходил их искал и обратился к Шмаэлю, чтобы он помог. То есть мы видим, что здесь есть участие, диалог со Всевышним. То есть порок – это диалог со Всевышним, это общение со Всевышним. И человек, действительно, то, что у нас сегодня отсутствует, да, мы хотим знать желание Творца в той или иной ситуации. Поэтому для этого Всевышний говорит, что да, вы не должны обращаться к там всяким провидцам и так далее, а я вот пророка тебе поставил и его спрашивай. Да, поэтому, я думаю, что и количественно, если мы видим, что Гмара говорит, что пророков за период пророчества было Кефлям и Юцем и Цраем, то есть два раза больше, чем выхода из Египта. То есть в выходе из Египта было 600 тысяч мужчин, 20 лет и старше, то пророков было за период пророчества два раза больше, то есть миллион двести. То есть обратите внимание, какое количество, да, это как бы, а теперь не все пророки были, как Ильяху, Анави, Ишляху и так далее, не все пророчества записаны, потому что у них не было надобности на будущие поколения. Поэтому Гмара говорит там в разделе Мигела, что только те пророчества, которые имели важность и актуальность на будущее поколение, то есть на наше своё поколение, они были записаны в тонах. Но все остальные пророчества, либо пророки, которые были и они не записаны, то они были, они не релевантны были на будущее. Поэтому, допустим, человек спрашивает Всевышнего, там, не знаю, какой-то вопрос, через пророк он получает определенный ответ. Это вещь, которая мне не нужно её знать, поэтому её не записали в тонах. Поэтому всё, что написано в тонахе, это имеет важность и актуальность на наше поколение. То есть мы читаем не историческую книжку, как было, а мы читаем, что с нами происходит по сути. То есть если пророк записывает какое-то пророчество на будущее поколение, это значит, что это не только исторический факт, а это то событие, которое в себе духовно несёт тот же смысл, то же испытание какое-то национальное и так далее, которое в будущем ждёт наш народ при собрании в земле Израиля. И поэтому та история, которая несёт в себе тот духовный смысл, который актуален и на те поколения, она была записана. Все остальные же вещи, которые, если чисто актуальность на тот период, в котором это происходило, то они не были записаны на будущее поколение. Фрай, может быть, это взять кем с кем-то, у кого есть ксерокопы, либо есть, может, здесь на столах, посмотри. Читаем дальше. Кто хочет дальше читать? Возможно мыслищий человек задать вопрос. Кто хочет дальше читать? Вениамин? А, не передашь. Где? 35? Возможно. Возможно. Возможно мыслищий человек задаст вопрос, разве то, что чьи-то предсказания будущего оказались верными, не даёт ему истинное основание претендовать на пророчский дар. Если бы это было так, то маги, звездосчёты и все, кто владеют методами воздействия на собственную психику, могли бы претендовать на звание пророка, ибо мы постоянно воочию наблюдаем, как они предсказывают будущее. Речь Всевышнему известна, насколько сложно объяснение этого феномена различного рода предсказателей будущего. На нём следует остановаться, чтобы понять разницу между предсказаниями пророка, кто говорит, говорящий в отмене Всевышнему предсказаниями людей, владеющих методами воздействия. О, секунду. Давайте мы оставимся здесь. Вопрос, который, в принципе, мы должны были спросить, да? Рама спрашивает здесь вопросы, которые мы должны были спросить. Секунду, почему пророчеством о будущем подтверждается истинность человека стать настоящим пророком? Почему именно это экзамен? Мы видим, находим различных анастрадамусов, предсказателей и так далее, которые тоже занимаются этим предсказанием. И вещи сбываются. В чём разница? В чём это предсказание? Почему именно так проверяется пророк? Ведь тогда любой человек, который предскажет будущее, может считаться пророком. Поэтому Рама здесь сейчас нам точно из этого вопроса точно поставит грань между настоящим пророком и между предсказателями. В чём принципиальная разница? Потому что, да, если помните, на предыдущих уроках были люди, которые спрашивали, да, в чём, в чём такая разница? И те, и те будущее предсказывают? Почему этих слушать, а этих не слушать? Да? Так давайте продолжим, я скажу. Я скажу следующее. Маги, звездосчёты и люди, и их круга по роду своей деятельности предсказывают будущее. Однако лишь часть из предсказаний оказывается верной, а часть непременно ложной. Это мы наблюдаем постоянно. Да и сами люди этого круга признают неточных своих предвидений и не станут отрицать этого вообще. Преимущество этого рода предсказаний одного перед другим лишь в том, что у одного человека будет неверных предсказаний меньше, чем у другого. Но невозможно, чтобы предсказания оказались верными во всех деталях. И люди, владеющими воздействием на собственную психику, не претендуют на это. Возможно, такой человек скажет, к примеру, в этот год будет засуха и не выпадет и капли дождя, а количество воздуховщих насадков уменьшится. Или он скажет, завтра выпадет дождь, а дождь выпадет послезавтра и тому подобное. Даже такая способность присуща только величайшим знатокам своего дела и широко известных, о ком пишут в телевизоре. О, секунду. То есть, получается, мы видим, что первая вещь, что у них не все сбывается. Не все их предсказания сбываются. Вторая вещь, не все, а то, что сбывается, не всегда в точности. И вторая вещь, не только само пророчество, как предсказание, а и частности того, что они предсказывают, они тоже не верны. Потому что Рама говорит, что только вы, может быть, у самых великих, которых мир там слышал и так далее, мы находим вещи более-менее точные. Тем не менее, там всегда есть что-то, что неверно, разница в день, в два, иногда и в события и так далее. Иногда можно это по-разному. Допустим, кто говорит, что пойдут близнецы на востоке, на западе, и вдруг упали близнецы. Это тракт был, да? По-разному можно это объяснить. Это очень такая вещь, может быть, если упали близнецы, не дай бог, у кого-то там с рук, у матери, которая делала двух близнецов, то он тоже сказал, что порочество сбылось и так далее. Поэтому это вещи, которые они очень неточны и так далее. Поэтому разница между такими предсказателями будет в том, что у кого будет меньше, у кого будет больше неточностей. Тем не менее, даже у самых известных всегда будут вещи, которые неточно сбываются. В этом смысл обращенных слов, это посередине 36 страницы. В этом смысл? Обращенных по вилону. Да, вот я нашел. В этом смысл обращенных по вилону слов в Ишарабу. Будь же пристанут и спасать тебя наблюдатели небес, соединительные звезд, предвещающие по месяцам то, что произойдет. И заметили мудрецы наши, что сказано, то, что произойдет с тобой, а не все, что произойдет. Они все, что произойдет. Они все, что произойдет. То есть пусть они тебе скажут все, что с тобой произойдет. Нет, они тебе не скажут все, что произойдет. Они не скажут, что произойдет. Часть вещей будет точных верных. А сейчас нет. Предсказания же пророков отличаются от упомянутых. Все они сбываются в точности. Никогда они окажутся напрасными. Ничто из сообщения от имени Всевышнего. Как малозначительные, так и существенные. Поэтому, если что-либо из предсказанного не сбудется, будем знать о полной несостоятельности пророка. Об этом говорит описание. Ибо не проронят обе слова по напрасну. На различие между мантикой и пророчеством указывал Ермия, говоря о тех, кому во сне образно представилось будущее, и оно сбылось. Эти сновидцы рассказывали о том, что сообщали им сны, выдавая это за пророческое видение. Он увещевал их, опровергал их претензии и говорил от имени Всевышнего. Пророк, который видел сон, пусть и расскажет, что лишь увидел он сон. А тот, кому передал ее слово мое, пусть и скажет истинное слово мое. Что общего у Митина с зерном чисто? Всякая шелуха, всякая грязь, да? Что мудрецы объяснили? Мудрецы наши так и объяснили смысл этих слов. Ермия, пророческое видение чисто, чисто, к нему не примешивается что-либо ложное. Оно подобно очищенному Аднекиному, а сны и все подобные формы, в которых представляется будущее, является смесью лжи с истиной, подобными кинами, в которых остаются пшеничные туры. И сказали, как зелено не бывает без примеси, так сновидение не бывает без несообразностей. Общий принцип понятия на рамах здесь приводит, что чистота пророчества и точность это то, что влияет пророчество от предсказания. Александр, ты можешь дать седурус на секунду? По-моему, мы в шаббат туда благословляем, кто-то раба, мы в шаббат туда благословляем на вторую. А может кто-то сделать мозган чуть-чуть прохладнее? Не сильнее, а вот саму температуру это самое. 22, допустим. На часах и на переднем штрафом. Благословение на вторую 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 что все слова Всевышнего иметь в цедах, истинная и справедливость. То есть мы видим здесь, что перечтением авторы, и когда мы читаем отрывки из пророчества, то мы и здесь, в благословении, мудрецы нам как бы, да, вписали в этот нутцах, подчеркнули тоже эту идею, что все его слова они истинные. И еще раз, да, что хоть дворам иметь в цедах, что все его слова истинные и справедливые. И ни одна вещь из того, что ты говоришь, не вернется назад пустой. То есть, когда Всевышний говорит через пророка, то нет такого, что что-то пророк сказал, и эта вещь была сказана попусту, холостой выстрел. Нет такого, все, что говорит пророк имени Всевышнего, все сбывается. Обратите внимание, вот эту идею, что Рама нам здесь объясняет, в принципе, в таком сжатой форме, говорили там время богословения каждую субботу на вторую. Из опечатка богословения, Барухата Ашем, Гаэль Ганейман Бехоль дворам. Благеснатный Всевышний, Бог верен во всех своих словах. Значит, Бог верен во всех своих словах. В каких словах? В словах, которые сказаны через пророков. Мы сейчас читаем пророчество, а вторую. То есть, здесь, в чтении авторы, мы подчеркиваем, что все слова Всевышнего истинные, и ничего не будет подавасно сказано. Да, это богословение. Поэтому, да, Рама здесь нам объясняет вещь, в принципе, мы каждую неделю это повторяем. Поэтому, этот чувак, кто будет следить за богословением авторы, то он уже, только будет внимание, что это то, что мы сейчас учим. То, теперь, Фраим, хочешь поменять чтиться, будешь тысячи? Есть вопросы до этого момента? Можно продолжать? Рама объясняет, достаточно понятно. Хотелось обсудить? Осталось обсудить еще один важный вопрос, касающийся случая, когда пророк предвещает людям за их провинность и наступление беда. К примеру, он предскажет голод или войну, или разрушительные перевороты в их стране, или молнии, которые поразят землю, и тому подобное. Но, впоследствии, ничто из предсказанного не сбудется. Им будет упрощено, и жизнь по-прежнему будет протекать в благополучии. Это не значит, что пророчество было ложным, и такой предсказатель не будет расцениваться, как лже-пророк, которому полагается смертная казнь, ибо всевышний, сожалея звер, который намерялся послать людям, отменил свое решение. Возможно, люди эти раскаялись и отвернулись от греха, или всевышний, по долгой терпению своему, продлил в сроках безнаказанности и отложил воздаяние в другое время. Так он поступил в Сахава, передавая ему свои слова через Ильяму. Не приведу беду в дни сына его, наведу беду на дом его. Возможно, так же, что он просил за прежней... Да, я следующий. Закончился. У меня листик закончился. А у всех закончились? У кого есть книжка? У меня еще много листов. Ну да, сядьте как-то в две группы. Вот у меня есть одна книжка, потом я на следующую вдохстерю. Сядьте там, вытроем, вытроем. Хожу на книжку. Возможно, так же, что он просил за прежние заслуги. Не от такого рода предсказания, который говорит Всевышний. Но не сбудется слово, то и не настанет. Однако, если будут предвещены... Я, секунду, давай остановимся здесь, секунду. Здесь остановимся. То есть, в принципе, приятного внимания, кто без Аташем будет, мухонимире, задерживаться на какое-то время и научится, и начнет учить ей гомору, то он увидит, что одна из вещей, что мудрецы, когда дают какой-то вопрос, потом дают какой-то ответ, то обычно они не... Если мудрец, он честен, то есть, если он знает, что его ответ есть какая-то слабость, какой-то недостаток, то он сам на себя спрашивает вопросы. Видимо, это очень ярко в тот-сфоте, что тот-софот. Он не дает ответ на вопрос, и все. Он обычно спрашивает вопрос, а если скажешь так, что в другом месте есть противоречие, а если скажешь так... И он сам на себя спрашивает вопросы, и сам их отвечает. То есть, он не пытается сказать ответ и затушевать это. А если есть какой-то недостаток, либо несовершенства иногда он говорит то нужно подумать на этот вопрос а так он заканчивается то даже была какая-то история такая в ешиве векозра по моему что что один там ученик учился в ешиве все и он там не не мог что-то там понять философот и он там застрял там уже там несколько дней не продвигается никогда и все вот пока он не сдвигается пришел я не помню кому кому из раввинов пришел с этим вопросом мойан сказал нам список то софот в различных разделах гамары yolмуда чтобы оно там посмотрел может для там ответ этот парень пошел и там не там еще целый день учился и все посмотрел цити и с точки крутой вы не сказал потому что говорит это вообще нет не связано стать тема который учил все титул софот они в разных разделах марли говорят про разные вещи праздно тим это общение не то чем я учил как это помогает мне как это решает мы мой вопрос он говорит тут обратил внимание, что все Тософот, которые я тебе сказал, они заканчиваются фразой царих и юн, нужно еще подумать. Так и здесь, если Тософот, а после этого ты видишь, что больше нет Тософот, то есть после фразы нужно еще подумать, есть следующий Тософот, есть еще комментарий? Да, это же не белый лист в Талмуде, он тоже с трудностью, предложил варианты ответа и чувствует, что не до конца вещи это самое. Он предлагает, говорит, нужно еще подумать это самое, но дальше он на следующий день утром продолжает снова комментировать Талмуд и так далее. Так и ты здесь, говорит, продолжай. Так и мы здесь с вами, мы с вами учимся, когда не обращаем внимания, но Рама, в принципе, нас учит, что мы должны были сами этот вопрос спросить. Просто, может, мы с вами не все знаем, не все помним, у нас не такое быстрое мышление, но Рама здесь очень важный вопрос, говорит, а ведь у нас, мы ведь сказали, что Пророк проявляется истинностью пророчества, и все, что он предсказал, должно сбыться. Мы находим в Торе много пророчеств, в Танахе, что пророчества говорят о различных бедокатаклизмах, и в итоге эти вещи не сбываются. То есть, получается, что то, что Пророк предсказал, не сбылось, соответственно, что полагается такому человеку, который сказал Пророчество Всевышнего, и оно не сбылось? Как он называется? Же Пророк. Ему полагается смерть через удушение. Почему же этот человек не считается Же Пророком? Рама здесь выносит нам еще одну очень важную основу, что есть разница между позитивным и отрицательным пророчеством. Отрицательное пророчество может не сбыться. Поэтому видим, что Рама нам скажет, что поэтому не проверяется Пророк отрицательными пророчествами. То есть, если приходит Пророк, кандидат на Пророк и пытается нас увидеть, что он Пророк, и он говорит нам отрицательные пророчества, чтобы мы его проверили, то мы его не проверяем на отрицательное пророчество. Нам нужны только положительные пророчества, хорошие. Почему? Потому что есть правило, что отрицательное пророчество может не сбыться. Отрицательное пророчество плохих событий? Да. Наказание, негативных событий и так далее. Почему? Потому что, во-первых, Всевышний может быть помиловать. По разным причинам он видит программу на будущее поколение и он решает это так. Это может быть из-за того, что люди сделают чуву в раскаянии. Люди сделают чуву и поэтому им уже не полагается. Поэтому отрицательное пророчество не может быть критерием, параметром проверки истинности кандидата на Пророки. Но проверенный пророк, когда говорит отрицательное пророчество, в итоге не сбывается, то это беседер, у нас не возникает никакой с этим проблемы. Потому что, как вы здесь нам объяснили, есть этому разные причины, почему это отменяется. В отличие от этого, положительное пророчество, оно никогда не может быть отменено. И поэтому проверка пророка на истинность пророчества будет всегда-всегда только через положительное пророчество. Потому что, если он сказал, положительное пророчество, что-то хорошее, позитивное, и оно не сбывается во всех точностях, то здесь мы знаем уже что это уже лжи пророк поэтому давайте продолжим дальше читать однако если вы предвещать благо указывая конкретно время наступления и скажет этот год будет в годах мира и раздразится война или скажешь в этом году ожидается благодатные дожди и изобилие наступит засуха и голод он уже пророк несостоятельность его претензии на пророческие откровения станет очевидно и это тот о ком всеучний сказал злонамеренно говорил его пророк и бойся этими словами тора хочет сказать пусть благочестилась за врата и мудрость такого пророка не приводит тебя замешательства и не удерживаться наказание его смертной кази ибо надо позволил себе утверждать то что ведет к тяжелым последствиям и говорил взорное всевышний если творец через пророка обещают людям благо он непременно исполнит свое обещание так как он желает укрепить веру предсказание пророка во слово мудрецов наши любые обещания влах благословен он не берет назад даже если чем-либо условил свое обещание о здесь мы видим что еще есть одна важная вещь даром здесь склад еще одну вещь что первое что положительное пророчество всегда сбывается поэтому кто обещаю предсказывает даже проверенный про который сказал позитивную вечно не сбылось то мы знаем что что он же пророк вторая вещь для чего почему такое правило почему такое правило видишь чтобы укрепилась вера в пророков у людей то есть мы должны ведь мы должны полагаться на пророка все что говорит мы должны воспринимать как абсолютная истина справедливости это слово всевышнего теперь если каждая вещь потом говорит она может память раз изменяться раз не изменяться то у нас нет нет как бы параметра как бы постоянного абсолютного поэтому нам нужна вещь который бы постоянно как бы сбывала чтобы мы знали что слабо к истинным поэтому первая вещь что очень важно что позитивно пророчество всегда сбывается чтобы в нас люди укрепить веру в слова пророка поэтому пророк который приходит позитивно пророчество надменяется в принципе что делать он подрывает веру народов пророка мы стали у пророка есть огромная полномочия в этой ситуации может допустим вывести народ на войну там и так далее обязательно что-то делать либо не делать как народ то есть его решение его прощество не влияет на национальный устрой жизни поэтому в данной ситуации да это первая вещь вторая вещь рафук объясняет в разделе шаббат моему там где есть идет тема из пророчества в талмуде есть комментарии там нами даже и которые об этом нам говорят что всевышний хочет укрепить у нас веру и ощущение что добро она истинно и вечно непоколебимо зло она временно случайно и так далее поэтому отрицательные порочества могут меняться позитивное же пророчество она всегда должно сбыться чтобы сила веры да и ощущение что добро она главное естественно и основной в мире она у нас была сильная поэтому никогда позитивное добро здесь нет меняется равнитесь добавлять еще одну вещь да что она не меняется даже все все выше поставил слове допустим все выше сказал даже если всевышний сказал допустим домой завтра пойдет у вас дождь там был зазвучитый год пойдешь дождь при условии что все ученики русского отделения встанут на шахарит во время да и бога была молния в махон и был кто-то кто не стал на молитву все стали на день не стал и пошел давно молния ударила чем давно молния ударила чем давно молния ударила у каждого своя молния прозрение у каждого из прозрения так и мудрецы объясняют что человек это удостовериться от духовного подлета то это подавливается как молнии до что человек освещается что-то молния только на секунду вдруг осветила территорию и снова темнота да таки человек это удостовериться там круто откровение и так далее то у каждого различных проков равном даче вести что это как молнии но маши рабе ну это было постоянные вспышки такие без перерыва да поэтому мы еще поговорим эту тему духовно обычно люди находятся в духовной темноте у них и вспышки у пророков они более частые более длительные теперь есть только одна ситуация история в танахе где позитивное прощество тоже отменилась здесь у нас правило что есть всегда исключение из правил чего у нас исключение из правил говорит морали спраги что чтобы подтвердить правила то есть иногда вещь работает 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 и ощущение что как бы такой естественных вот событий когда вдруг что-то есть одно исключение из правил мы понимаем что а это исключение а правило оно таково так и здесь есть в танахе одна история что талмуд про него говорит что что она исключение из правил где было позитивно прощество отменено и все равно прок там считался лже пророком и но это отдельная история мы сейчас не будем про него просто я вам сколько замечаю чтобы вы знали что и что если вы встретите да то то когда там идут пророчества о разрушении первого храма и так далее то там есть предсказание которое позитивное она в итоге не сбывается или гомора из этого учит очень очень серьезный причину чтобы научить нас тому что насколько было велико там определенный вид преступления что что он повариал даже на то что позитивное пророчество которое никогда не отменяется одноразово как исключение правил было отменено и не исполнилось чтобы научились определенные вещи в том как устроиться как бы до социальная духовная до политическая дамы взаимоотношения между силами в народе израиля да и поэтому без адашем если когда мы будем дойдем до этого ли вы сами даете то знали что есть такое место есть такого порочества которое является исключением но позитивное и не сбылось теперь рама продолжает дальше но вас уже нет книжек дал всех а у александр есть книжка у тебя есть в телефоне да в телефоне есть и есть ссылка которые отправляли там и файл то вы файл хочешь еще почитать немножко но у меня это само у меня не врите написано написано про якова почему боялся яков а то что боялся яков может быть да 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 из пяти книжей известно что я попросался встречи с и сам хотя все очень заранее обещал нам благополучие сказал и вот я с тобой сохраню тебя везде куда не пойдешь возвращу тебя в эту страну ибо я не оставлю тебя пока не делаю того что говорит мы находим упоминание о том что он боялся возможно гибели как сказано и весьма устрашился я грицы наши говорят что он боялся быть осужденным небесами нас из-за какого-либо совершенного греха якова беспокоила мысль как бы грех не привел к его гибели а а ведь это показывает что иногда даже обещание всевышнего о благе не сбываются и грехи имеют силу воспрепятствовать исполнению добрых желаний знаю что это действительно так отношения между всевышнего пророк но не может иметь место и никогда не будет такого чтобы корей сказал пророк по обещанию или безусловное добро и эти обещания не смылись ибо в противном случае не останется пути для подтверждения истины пророческого откровения а он дал нам в торе основополагающий принцип согласно которого пророк испытывать справедливость его предсказания для этот важный принцип намекала меня в своем диску диск анани и бэнадзор ирмияго пророчили секунду секунду здесь то есть давайте будем сейчас на сам принципах про нем сразу здесь просто еще один вопрос даромом бумажь здесь как это софот говорит о тебе говорю что вещь а теперь смотри есть проблема то что я говорю есть кушья есть как кушья по-русски до сложность какой-то губы если если нет шлифованные нюансы в моем ответе какой-то шлифованный нюанс в моем ответе потому что я сказал что позитивное общество всегда сбывается мы видим мы находим здесь у нашего прородца якова как пример это не только он что яков был пророком и всевышнему обещал позитивные предсказания яков боялся что с ним это не сбудется за чего он боялся из из-за того что он думал что его преступления там те какие-то отступления нюансы которые у праведников считаются как великие поступки да и так далее то он боялся что это может на него повлиять и не будет то есть получается то что я сказал что позитивно прочь это всегда сбывается выйдешь что сам пророк боится что он не сбудется то соответственно наш принцип неверный нам говорит это неверно я тебе еще закладывать здесь один еще один принцип знаешь что вот это состояние где пророк опасается что что-то позитивно не сбудется это всегда по отношению только в отношении между порог человек бог бог пророк вода еще и зубок пророк может быть ситуация где порог и все еще выж gratitude позитивная а пророк опасаясь что не сбудется почему потому что его преступление могу надо повлиять его личные когда мы говорим что позитивное порочество нет меняется никогда то если это просто по отношению к к народу вот там даже если вся русская махлака не стала на молитву это может зато спокойно спать дождь пойдет это важно очень весь то есть да в отношении бог бог пророк есть это есть обусловленность что мои грехи могут повлиять и на позиции отмену позитивного пророчества но если пророчество было в итоге сказано пророка ведь всевышний сообщает про прощества не только по отношению к народу он с ним лично может ему сообщить это тайны торы это образы ему сообщать это глубокие мысли постигать может с ним вич лично вести какой-то диалог и так далее то там это может быть эта система до что отменяется больше что но если всевышний дал пророчество пророку сказать обществу и он его передал обществу то в этой ситуации не может быть никакой отмены почему говорит а мы очень важную вещь потому что если не будет это абсолютно что позитивно пророчество сказано народу всегда исполняется у тебя не останется никакой вещи который ты можешь проверить истинно пророчество Все меняется, это при условии, это при условии. Поэтому берет человек, скажет пророчество, оно не сбылось. Он говорит, секунду не убивайте меня, потому что это так. Завтра еще раз, когда позитивно пророчество. Почему? Потому что это так. Чтобы проверить, мы должны абсолютность. Поэтому есть область, где там абсолютность всегда верна, она не отменяется. Это позитивное пророчество, сказанное обществу, народу, оно никогда не отменяется. Чтобы укрепить в нас веру в пророков, да, и вставить, чтобы у нас были инструменты, проверить жил пророка. Иначе по-другому у нас еще не получится. Беседа? Топ. Может передать книжку дальше кому-то, чтобы еще как-то... Ты хочешь почитать? Давай, Эфраин, давай, передай ему книжку. Мне нравится служить. А, у тебя нет книжки? Ты знаешь? Ну смотри, а вот это тебя удивит. Нормально, это царь. А на ухады царь это или? Да. Нормально, а из урока? На этот важный принцип намекал Ирмияков в своем диспуте с Ханани. Ирмияков пророчил бедствие и смерть. Говорил, что не ухады царь возобладает над иудеем и победит и разрушит храм. Аханани без отказу пророчил добро. Возвращение в Иерусалим, урезанное во его храмы у Туре. Искоре сказал Ирмияков, опираясь на получение от Мше, начало, если мы словами не будут и в ухад и лица не возобладать над иудеем, и будет возвращена храмовая рука твоей. Как думаешь ты, это не опровергнет истинность моего пророчества, ибо, возможно, Всевышний сменует самопъявление. Однако, если не исполнятся твои слова и не будет возвращена храмовая рука, выяснится, что твои утверждения ложь, ты не сможешь утвердить себя как урок, пока не исполнятся эти давные тобой обещания блага. Вот его слова. Изволь-ка выслушать то, что я доведу до твоего слуха и до слуха всего народа. Пороки, бывшие до меня и до тебя, сначала... Скажи, на какой это странице ты читаешь? 39. 39. Кто смотрит нас в интернете, то 39-я страничка. Дальше. Пороки, бывшие до меня и до тебя, сначала времен, ты сказали, для стран... ...и державших великую войну бедствия моря. Однако, лишь когда сбудутся слова крока, предсказывающего мир, станет известно, что это воинство, воистинный пророк, которого послал Бог. Этим он хочет сказать следующее. Если были пророки, предвещающие как добро, так и бедствие, их предвещание бедствия, не сбыли все это, не дает возможности объяснить, были ли они в этом правы. Но если они предвещали добро, и оно сбывается, сбылось, то это подтверждало справедливости и претензии на пророчий спектакль. И когда в соответствии с обществом, с общественными нормами принципами... Это новый абзац, да? Да, это новый абзац. Давайте остановимся здесь. То есть, Абрамов, где заканчивают эту тему, приводят пример из истории между двумя пророками, где как раз один пророчество позитивное пророчество, другое отрицательное пророчество. Один другого в этом споре говорит, что, знаешь, что если мое пророчество не сбудется, потому что оно отрицательное, то я не буду считаться лже-пророком. Но вот если твое пророчество не сбудется, потому что ты предвещаешь позитивные вещи... Не обнадежно. Да, потому что позитивное пророчество, оно обнадежно, как Абрамов сказал, чтобы укрепить у людей ощущение в то, что добро оно важно, в то, что истинность Творца навсегда, чтобы у нас были вещи, которые абсолютны. Так в этой ситуации, да, мы видим, что Рама приводит здесь нам такой спор между самими пророками, где один говорит другому, что если твое пророчество не сбудется, то ты как раз будешь считаться лже-пророком, потому что ты пророчество о позитивных вещах, и они обязаны сбыться. А вот если я, не мое пророчество не сбудется, то никакого проблем в этом нет, потому что я пророчество о отрицательных вещах. То есть Рама здесь нам приводит только небольшой такой, несколько, как это по-русски так сказать, источников, показать как бы истинность тех правил, которые он здесь утверждает. Ведь он здесь закладывает многие правила, да, что истинное пророчество, оно абсолютно, что оно не отменяется. Но это предусловие, что сказано это всему народу, там, или обществу, и не частному пороку и так далее. То есть Рама здесь приводит пример из самого Танаха, что это так. Так, да, тебе давайте еще один абзац на сегодня сделаем и здесь закончим. Когда у нас пророки прошли проверку на позитивное пророчество много-много раз, и что все нюансы их пророчества должны сбыться, даже один нюанс не должен быть пустым, пустышкой такой, да. Тогда нам выясняется, что этот пророк, он истинный пророк. Опять-таки, это только принципом языковым, все, есть еще параметры, как точно должно быть, там еще есть параметры, которые объясняют, какого вида должно быть пророчество позитивное, чтобы оно, ну, не считалось тривиальным, допустим, да, вещь, которая тривиальная и понятная и так далее, она не будет считаться критерием для проверки. Нам уже будут такие вещи, которые, они непредсказуемые, вещи странные и так далее. К примеру, как есть там пророчество такое, что там был голод большой и так далее, да, там и засуха, и все, и вдруг, говорит пророк, там различные вещи, и говорит, и там, и завтра будет куча продовольствия, и будет туда, и сюда, и говорит цены даже, которые будут, то, как сегодня продается, пшеница стоит там. Кто еще нашел пшеницу, у кого есть еще какой-то колоссовый, сколько сегодня стоит, и какая завтра будет цена, и когда вдруг на завтра приходит определенный переворот, и вдруг появляется куча продовольствия, да, это вещь, которая абсолютно непредсказуемая была, и цены на эти вещи тоже становятся такими, как он говорил, то мы видим здесь, что это вещь, которая абсолютно, это не один раз, это много раз. Теперь сейчас мы приходим к вечеру, когда у нас уже утвердилось, что это истинный пророк. Александр, хочешь почитать, второй Александр? У нас есть Шмур, Алиф, Шмур, Бет, у нас будет Александр, Алиф, Александр, Бет. Я? Да, у тебя, как твоя фамилия, Саша? Их, Овен, Боу, Александр. Я так и подумал, знаете, потому что он Алиф, а ты Бет, Александр с Алиф, Александр Бет. А ты пишешь и Овенка без Алиф? Почти. С Алиф, Александр, Александр Алиф, Александр Бет. Так, с клюбочки. И когда в соответствии, сообщение... Секунь, секунь, это у нас все разговоры в женском отделении. и он получит известность или я и другим то ему предоставляется право вершить по отношению то ли то что не дано вершить никому другому я расскажу вы помните что в самом начале когда рамбом начал говорить о пророчествах то он про то он сказал что что у пророка в области комментариев торов законов тор и так далее нет преимущества мудрецом но сейчас но он сказал что но есть определенное преимущество которое мы объясним сейчас мы доходим как раз когда истинный порог утвердился истинный порог сейчас она вам объяснять это преимущество что за уникальное преимущество есть у этого пророка по отношению к заповедям торы если такой пророк повелит отменить какую-либо из запрещающих заповедей то народ обязан слушаться его повеление а тому кто нарушит его повеление по воле небес полагается смерть исключение составляет запрет служит идолам о сувенивание у нас есть правило что пророк проверенный может отменить любую заповедь истории включая два запреты самых страшных это идет даже и преруба деяния и убийство он может одноразово обязательность это делать либо он может отменить позитивную заповедь есть только одна заповедь которая вторая никогда не отменяется даже проверенным пророком это забавить запрет запретное дело поклонства все давайте дальше исключение составляет заповедь служит идолам на что имеется прямое указание в талмуде если пророк тебе скажет наруж что-либо из указаний торы слушайся его во всем за исключением запрета служения идол а теперь эта возможность отменить позитивную заповедь либо обязательно с нарушить запрет торы он он при условии что сейчас читаем что однако это верно при условии что повеление будет носить временный характер пророк не будет утверждать что всевышний повелел поступать так отныне и вовек а сказать что повеление относится к определенной ситуации к особому периоду времени вот есть какая-то может быть ситуация там скажем военная культурная там еще что-нибудь да и пророк сейчас ты мне всевышнего данная заповедь она то есть когда есть обычный естественный ход событий народ живет своей жизнью все в порядке то все учет своим руслом но есть ситуации где где есть ситуации где где мир портится каким-то образом даст разве эта ситуация такая которая не 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 в порядке мира что в данной ситуации заповедь торы мешает исправлению мира потому что по секунду потому что мы испортились и поэтому пророк от имени всевышнего всевышнего говорит что данность до ситуации чтобы мир вернуть свое русло мы должны одноразово это заводит отменить заводя сама она вечно она абсолютно не за то чем поговорим как-нибудь на на объясним и разницу между заповедью вообще что такое испаните заповедь и там хороший поступок там и так далее в чем разница то есть на заводе она вечно абсолютно то что сейчас одноразово нужно ее изменить это потому что мир ненормальный он мир настолько спустился что невозможно жить в этом мире заповедями торы и поэтому одноразово чтобы вернуть в мир своего русла мы их нужно к примеру есть такое правило на что допустим да там опасность жизни отодвигает допустим даже соблюдение шаббата почему потому что это не нормальная ситуация скажем война и знаю там кто-то упал там не знаю что там с пятого этажа там и так далее роженицы это нестандартные вещи вещи которые не в порядке обычном порядке и данная ситуация если мы продолжим жить по законам торы из того что мир там упал скажем да не живет по своему порядку то то есть опасность самого мира самого человека общество и так далее поэтому так как сейчас мирents только как бы не подходит духовно к еим торыы то мы временно чтобы мил нее из-за этого не умер мы его временно отменяли запрет этой тары либо запомнить куда чтобы вернуть миру за нормальное русло этого для люди говорят что смотрят говорят ну вот смотри наша сегодня действительно со мной подходит и тора не подходит на свой действительности во второго и там про рабов допустим там и тогда вид в приношении это все не подходит к нашей сегодняшней действительности, это все нереально, нерелевантно, то здесь мы должны сказать другую вещь, что это не Тора не подходит миру, а мир сегодня не поднялся на уровень Торы. И поэтому, когда пока мир не поднялся на уровень Торы, то у нас есть куча вопросов и куча недопонимания, как это и так далее, и как это связано. Поэтому из-за того, чем мы хотим, чтобы мир поднялся на уровень Торы, и тогда выйдет, что Тора никак не противоречит миру, а мир просто должен себя поднять на уровень Торы. Нет, Тору спустить в этот мир, как говорят реформисты, спусти Тор в этот мир, сделай из нее кубик-рубик, такое лего, чтобы она подходила миру. Нет, мы должны подняться на уровень Торы. Так и здесь есть ситуации, где, скажем, как здесь приводят пример, что на горе Кармель пророк Ильяу приносит жертву, что это запрет из Торы, который оказывается коретом. Потому что ситуация была ненормальная, там были идолопоклонники, это был культурный переворот, они хотели взять власть над всем народом, чтобы эта идея заплатила массы. Обычно праведников вряд ли это, как и сегодня в Израиле, допустим, на Мея Шаарим вряд ли реформисты повлияют. Скорее всего, наоборот, если реформисты были с Мея Шаарим, то они бы повлияли. Потому что это так. За кого идет сейчас борьба? Борьба идет за тех, кто ничего не знает, ничего не соблюдает, он ни там, ни тут, он не понимает, в чем... Вот за это общество идет война сегодня. Так и здесь, да, пророк Ильяу воюет там за массой людей. Праведники, они понятны, что не будут делалопоклонством заниматься. Но когда приходят к тебе люди энергичные, харизматичные, с великими качествами, я знаю, лидерскими и так далее, они пытаются внести какой-то духовный, культурный переворот в народ, чтобы это стало какой-то традицией в народе, последствиями и так далее, то здесь как раз нужна определенная война. И здесь, если мы продолжим в данной ситуации ненормально жить по законам Торы, то в итоге у нас не будет либо мира, либо народа и так далее. Поэтому одноразово меняется эта ситуация, чтобы можно было потом в итоге вернуться к законам Торы и жить в них постоянно. Хотел привести какой-то пример из нашей действительности. У меня вылетело из-за усталости выйдет в этой заголовье. Кицу, поэтому изменение должно быть одноразовым, чтобы вернуть нас к законам Торы. То есть, получается, и там мудрости говорят, когда я нарушаю шаббат, чтобы не умереть. То есть, вся идея в том, что я в итоге буду соблюдать все остальные шаббаты. Как говорят мудрости, нарушу один шаббат, чтобы соблюдать много шаббатов. То есть, потому что шаббат это норма, это нормальная, это постоянство, это такой духовный закон, который в мире. Тоже сейчас ситуация такая, что требует одноразового нарушения шаббата, чтобы нас вернуть к нормальной ситуации, то мы поступим за законами Торы, кроме идолопоклонства. Идолопоклонство не может быть разрешено никаким образом, потому что это противоречит самой идее служения Всевышнему. Это противоречит истине. Поэтому в Изратошеме эти вещи мы не должны служить пророка. Здесь у нас это говорит. Поэтому Рама здесь говорит. Давайте дальше закончим этот абзац. Кто читал? Александр? Если сам пророк повелевает нарушить какую-либо из заповедей данных нам Всевышним через Моше, ему задают вопрос, какой характер носит его повеление. Он ответит, что оно носит временный характер, и совершить его следует лишь в настоящее время. По-добному тому, как Бей-Дин может выносить постановление не в соответствии с законом Торы. То есть у нас есть возможность, чтобы и Бей-Дин, чтобы вернуть народ к Торе в определенной ситуации, может одноразово постановить закон против заповеди Торы. К примеру, трубить в шафар, у нас сейчас Роша Шана, в шаббат. Если Роша Шана выходит на шаббат, выпадает на шаббат, то по закону Торы можно трубить. Но мудрецы отменяют эту вещь. Хотя здесь отменение, кстати, это не очень меня думает, потому что это изменение, оно вечное, оно не одноразовое. Это неправильный пример. Мы в шаббат не трубим не в один год, а каждый год, который выпадает на этот самый, то мы не трубим. Но есть другие возможности установить, одноразово нарушить законы Торы, для того, чтобы вернуть общество в норму какую-то, в состояние. То есть это подобный же принцип. Только здесь уже пророк, он не руководствуется правилами мудрости и толкования Торы, а он постарает закон как бы одноразовый. В примере, у нас есть вещь, мы сейчас учим предвестовое к Мишне, Мишна это устная Тора, то, как была записана устная Тора. Устная Тора была записана из-за того, это нарушение закона, нельзя записывать устную Тору. Почему же это было написано? Потому что была такая ситуация, в которой мир и так испортился, что уже была опасность того, что устная Тора не будет предаваться из поколения в поколение. И пропадет устная Тора вообще, или будет много ошибок в ней и так далее, в традиции. И для того, чтобы эту ситуацию избежать, и спасти народ Израиля, чтобы у него осталась Тора, то для этого мудрецы дали установление, чтобы устная Тора была записана. То есть мы видим, есть ситуации, где мир настолько себя портит, что в итоге мы вынуждены нарушать Тору одноразово, чтобы вернуть его в свое русло. Давайте дальше продолжим. Так поступил Ильято на горе Кагмель и на седженку с сожжения за пределами храма. Хотя храм Иерусалиме в то время уже был построен, совершившему такой поступок, не имея на это поведение порога, полагается хорет. Всевышний предостерег нас от этого писания и сказал, «Остерегайся, не приноси жертву с сожжения твоих в любом месте, которое увидишь дворим. Поступающий так, он осудил на хорет, а о том, кто совершает жертвоприношение за пределами храма, сказал, «Оторгнут будет человек, тот отморожен своего. Если бы спасили у него, Ильято, да пребывая душа его с миром, в воюю». В то время, когда он приносил жертву на горе Кагмель, о его поступке, что скажешь, можно ли нам так поступать отныне вовек? Он бы ответил, что это запрещено, и тому, кто приносит жертву за пределами храма, полагается хорет. Однако, в этом момент, он так поступает, с целью вскрыть ложность пороков, Баала, и несостоятельность и храма добра. Значит, подобным образом поступил Элишер, повелев сынам из-за права во время войны с мамой рубить плодовые деревья. Вот его слова, «И все хорошие деревья повалите». А Всевышний, где нас терег, об этом сказал, «Не портите деревья его, поднимая на них топор. И если бы спросил Илья у Элишера, разве этот запрет утратил силу и в будущем нам дозволено рубить плодовые деревья, когда мы будем осаждать города?» Он ответил бы, «Это не стало дозволенным, однако так поступают, когда время требует этого». Я приведу здесь пример. Девя, остаемся здесь. То есть, Раба здесь приводит нам еще некоторые источники из Танаха, где была ситуация, которая требовала от пророков одноразово менять заповеди Торы. В следующий раз мы увидим, Раба приведет пример, который может быть в нашей ситуации. И мы видим там еще один очень важный принцип, в послушании порока, чему нас это учит. То, если нет вопросов, то тогда у нас сегодня законы предрессула Раба на Кучуве к Мишне мы закончим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова